В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Первая корректировка прошла заседание планово-бюджетного комитета. Весенняя копель в квартире. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Я профессионал, студентка с РФТИ, вышла в завершающий этап Всероссийской Олимпиады. Далее расскажем обо всем подробно. Новые аттракционы в парке Зернова, ремонт спортивных объектов и кара, дороги города. Первые корректировки в бюджет Сарова на этот год обсудили народные избранники на заседании планово-бюджетного комитета. Подробности далее. Качели, каравелла, поезд и робот. В парке Зернова появятся новые аттракционы. На них из бюджета города планируют выделить около 21 миллиона. Об этом на заседании планово-бюджетного комитета рассказала директор Департамента финансов Юлия Альшина. Также в рамках проекта «Культура» предусмотрено около 360 тысяч рублей на модернизацию библиотек, а именно комплектование книжных фондов. Финансирование программы «Физическая культура. Массовый спорт» в этом году увеличат на 48 миллионов рублей. Увеличены бюджетные сигналы в сумме 17 миллионов рублей для предоставления субсидий на инвестиции на выполнение работы по лагерю «Березка». В данном мероприятии предусмотрено 5 миллионов сто на ремонт котельной, теплосети и водопровода. И 12 миллионов будет направлено на ремонт ваннушевого комплекса. Порядка 10 миллионов планируют потратить на приобретение оборудования для стрелкового тира и кара. Дополнительно около 12 миллионов выделят на капитальный ремонт здания тира. В Экаре также отремонтируют чашу бассейна «Дельфин», на что дополнительно в бюджете города выделили больше 4 миллионов рублей. А на малом футбольном поле появится новый искусственный газон. Программу «Городское хозяйство» и «Транспортная система Сарова» увеличили почти на 112 миллионов рублей. Увеличены бюджетные сигналы в сумме 42 миллиона, 175 и 40 тысяч рублей за счет субсидия областного бюджета на строительство улицы Негина. Средства довели на 2 года, 42 миллиона на этот год по Негина и 148 миллионов на 23 год. То есть мы сегодня принимаем разбивку, благодаря каким образом у нас будет строить этот объект. Почти на 5 миллионов увеличили финансирование работ по капремонту участка дороги от улицы «Энтузиастов» до «Маховой», а также устройство двух недостающих остановок и разворотной площадки. Более полутора миллионов дополнительно потратят на устройство тротуара на улице Гоголя, а именно на участки от пересечения с улицы Герцена до пересечения с улицы Маяковского. Увеличены бюджетные сигналы в 211 тысяч рублей. Наказаем взвод по видеонаблюдению и фиксации за объектами благоустройства на улице Неграсова. Ранее этот вопрос обсуждался, и депутаты настаивали на необходимости наблюдения на этом объекте. Увеличены бюджетные сигналы в размере 290 тысяч рублей на оказание услуг по хранению имущества, находящегося в хвосте, и перед нами на ответственное хранение в бюджетах. В общей сложности расходную часть бюджета на этот год увеличили почти на 440 миллионов рублей. Министерство просвещения и Рособнадзор подготовили изменения в утвержденное ранее расписание экзаменов для выпускников 9-х классов в этом году. Речь идет о сроках сдачи основного государственного экзамена по трем предметам – русскому языку, математике и обществознанию. Предлагают добавить к срокам проведения этих экзаменов дополнительные даты и проводить их в два дня. Как сообщили в Рособнадзоре, изменения вносят для того, чтобы провести эти самые массовые экзамены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В связи с добавлением дней изменится и график ОГЭ в целом. Новый график основного периода ОГЭ – 19 и 20 мая – иностранные языки, 23 и 24 мая – математика, 27 и 28 мая – общество знания, 1 июня – история, физика, биология и химия, 7 и 8 июня – русский язык, 15 июня – биология, информатика, география и химия, 22 июня – литература, физика, информатика, география. 4 по 9 июля в проекте расписание предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам. Департамент городского хозяйства подготовил сведения о толщине льда на водоемах Сарова. Пруд Боровое – 34 см, Сатис – 44 см, лед слоистый, 6 см лед, затем вода, а затем снова лед. Саровка – лед тонкий с промойными. Специалисты отмечают, что в настоящее время лучше воздержаться от выхода на лед. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Режим повышенной готовности введен на территории Нижегородской области указом губернатора Глеба Никитина. Это связано с мероприятиями по приему и размещению граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик. По информации Пресс-службы правительства региона, режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил регионального МЧС. Ростуризм обратился к туроператорам и ательерам с просьбой продлить проживание в отелях на южных курортах страны без повышения цен для тех туристов, которые не могут выехать из-за закрытых аэропортов. Об этом сообщили в ведомстве. Туристам рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы России, в которых временно были закрыты аэропорты, и уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний. Совершенные бронирования по соглашению с туроператором туристы вправе перенести на более поздние даты, либо поменять направление отдыха, подчеркнули в ведомстве. 728 километров автомобильных дорог в Нижегородской области планируют привести в нормативное состояние в текущем году. Подрядчики уже начали подготовку в предстоящей ремонтной кампании по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Самый протяженный участок ремонта в Воскресенском районе. Квартиру на девятом этаже в доме 28 по улице Курчатова периодически затапливают во время дождей и таяния снега. Хозяева неоднократно обращались в центр ЖКХ, Роспотребнадзор, прокуратуру и даже губернатору Нижегородской области. Но решить проблему пока так и не удалось. Квартиру по улице Курчатова 28 затапливают на протяжении трех лет. Сначала хозяйка увидела небольшую протечку в потолке, но не обратила на нее внимания. Зимой 2020 года ситуация сильно усугубилась. Сверху потекли потоки воды. И первое, что сделала Юлия, обратилась за помощью в ЖЭК. Кровельщики сделали необходимую работу, но через некоторое время, в период таяния снега, крыша снова стала протекать. Здесь уже совсем прям потоп начался. Мне пришлось вызывать техника инженера и звонить главному инженеру лично, вызывать мастера по текущему ремонту. Писать губернатору в инстаграм. Кстати, спасибо ему большое. Он сразу отреагировал. И был у меня ответ, что мою заявку направят в ведомство. В результате усилий Юлии рабочие снова взялись за крышу. Но радоваться долго не пришлось. В конце декабря семья Юлии в который раз начала жизнь с тазиками и тряпками. О своей проблеме хозяйка сообщала и в местную прокуратуру. Я не могу сказать, что все молчат, они реагируют. И когда звонишь главному инженеру ЖКХ, он тут же присылает людей, они чистят, смотрят. Он сам лично приходит. Но по факту, получается, что никаких изменений нет. Юлия отметила, что в доме есть протечки и в других подъездах. В разговоре с главным инженером МУП «Центр ЖКХ» выяснилось, что в доме с 91-го года ни разу не было капитального ремонта крыши. Срок эффективной эксплуатации кровли этого типа, согласно нормативам, превышен в три раза. Единственное, что в силах сделать ЖКХ, это выполнить текущие работы. Сейчас сотрудники выявили и устраняют дополнительные места, которые могут быть причиной протечки кровли. Единственное, нужно понимать, что какое-то остаточное время капать еще будет. Это, так сказать, набранная влага в строительных конструкциях. И у нас над каждой квартирой, то есть в вертикальной проекции, выполняется текущий ремонт покрытия. Но еще раз повторюсь, текущий ремонт покрытия – это не капитальный ремонт. Никто не даст гарантии, что не потечет, скажем, за границами этого ремонта. Также Константин Зайцев отметил, что жители дома могут повлиять на сроки начала капитального ремонта. Для этого нужно провести собрание собственников, собрать необходимые подписи и документы и отправить их в фонд капитального ремонта Нижегородской области. Сейчас сроки капитального ремонта крыш домов запланированы примерно на 2032-2036 годы. Студентка с РФТ и НИЯУ МИФИ Ангелина Арунова приняла участие в студенческой олимпиаде «Я профессионал» и прошла в ее завершающий этап. В начале февраля девушка также попробовала свои силы в образовательном форуме в Сочи. О своем опыте Ангелина рассказала студентам младших курсов. Подробности далее. Генератор ИДИ, повелитель времени, эксперт, мотиватор, главный инженер, аналитик, разработчик. Такие роли присваивали каждому члену команд образовательного форума. Ангелину назначили главным инженером, что сюрпризом для нее не стало. С улыбкой признается девушка. Неделя пролетела на одном дыхании. Каждый день форума материаловедения и строительства готовил для участников яркую, насыщенную программу. Начинался он с зарядки. Далее мы шли на лекции. После каждой лекции были задания очень важные. Далее во второй половине дня у нас были тренинги различные с психологами. То есть получается так, что в первой половине дня мы прорабатывали свои хардскиллы, после обеда свои софтскиллы прорабатывали. То есть над нами работали как над личностями уже. Вечером для команд проводили досуговые программы с инженерным уклоном. Квесты, логические тест-драйвы, инженерный крокодил. Ангелину пригласили на форум по результатам конкурсного отбора как участницу Олимпиады «Я профессионал». Для того, чтобы попасть на форум, она преодолела онлайн-тестирование с решением задач и конкурс мотивационных писем. Своим опытом по возвращении из Сочи девушка поделилась с младшими курсами с РФТИ на творческой встрече. Выступление получилось живым и эмоциональным. Я на самом деле просто забежала в последний вагон, потому что считанные часы оставались. И я подала заявку, вот это письмо отправила, потому что это было как раз в момент зачетов. Результат того стоил. Ангелину по достоинству оценила жюри Всероссийской Олимпиады и пропустила в завершающий этап. Студенты с РФТИ активно участвовали во всех пяти сезонах Олимпиады. С каждым годом учащиеся покоряли новые высоты этой платформы. В последнем пятом сезоне по итогам отборочного этапа прошло 45 студентов. Ребятам осталось преодолеть финальные испытания, в рамках которых определят победителей и призеров Олимпиады. Здесь вот очень идет всестороннее развитие специалиста. И вообще ребята, которые участвуют в этой Олимпиаде, они, конечно, попадают в банк, я так сказать, золотой молодежи. То есть я профессионалов. И, соответственно, ребят приглашают на мероприятия, причем неожиданно организованные и очень на высоком уровне, которые они посещают. Я профессионал – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это масштабные образовательные Олимпиады нового формата для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры ведущих российских вузов разных специальностей. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 27 по 28 февраля там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дунниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в сот. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 27 по 28 февраля с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!